всем привет северного степного крыма вечер 10 августа 2024 года было очень жарко под вечер вот идет работают пчелки несут нектар несут пыльцу также хорошо само хорошо работают с утра я уже показывал это сейчас как бы пчелки вентилируют сократил я летки чтобы пчелкам было легче охранять потому что сейчас уже может начаться и воровство и осы там пытаются залезть ну и всякая зараза ульи пытается лезть украсть у пчелок мед там как бы подлиты пчелы медом собирают нектар сапору японской колючек мед сапору японской колючек появится у нас продажей после 20 августа я планирую ну там как бог даст после 20 августа начать откачку в этом году меда сапора японская чтобы до конца лета успеть полностью прокачать прокачать всю пасеку вот и начинать обработки уже от клеща потому что где-то уже возможный клещик появился сейчас уже от него никуда не денешься пчелки полные приходят нектар приносит клещик в общем где-то появился работаю органикой химию не применяю буду маслом полонетаврическое обрабатывать но для этого мне надо сократить в общем убрать медовые магазины сократить максимально поджать пчелок чтобы максимальный был эффект от обработок от этих вот и буду начинать обработки делать друг обрабатывал пробовал сегодня пробно сыпется прилично сыпется с некоторых семей клещ поэтому ну и я думаю что у меня есть некоторых семей что-то будет по-любому сыпаться по-любому надо проводить обработки без них сейчас никуда людей знаю что каждый для себя сам выбирает тут органикой работает кто-то кто-то это самое ну в этом году я еще не делал ни одной обработки крайняя обработка была прошлом году первый первый день зимы короче 1 декабря мне удалось сделать крайнюю обработку был теплый день выпал хороший теплый денек там возвратная была вот теперь сделал крайнюю обработку уже не было распада максимально сбили клеща маслом полыни таврической и все и удачи до сего времени я не проводил уже получать сколько месяца вот я не делал никаких обработок то есть четыре обработки я провел прошлом году и все вообще ничем больше не знаю кто-то верит не верит не чем больше не обрабатывал потому что вижу что минимальная заклещованность в этом году ну возможно будут какие-то семьи надо будет наблюдать возможно будет как всегда есть семьи пылесоса на пасеке я их так называю семьи пылесосы потому что вот именно они это самое прям как себя этого клеща в общем собирают они именно там вот из такого количества обычно 14 семей запускаю обычно там пару семей в общем из этих 14 именно где именно клещ вот именно примут скопился прям как будто него прям собирают со всей пасеки очень такой вот есть особенность такая заметил такое семьи прям практически вообще не по но вообще ноль клеща там не выпадает из кири там там два-три клеща выпало и все а есть такие семьи из которых прям сыпется будем смотреть но прям критическая куда заклещованности в этом году нет меня не нет короче не без крылки тут кучи нет ничего вообще не ползает тут бескрылка то знаю верите нет показать в общем если тут была бескрылка тут бы в общем ползали бы пчелы там блин на камеру это конечно не будешь ходить она не покажешь но поверьте на слово мне смысла врать нет кто давно мой канал смотрит знает что я показываю правду да когда была большая заклещованность сильно я показывал дать действительно сильная заклещованность в этом году она минимальная так же самого с дедушкой соседом сегодня общались соседнего села пчеловодом старожилом тут пчеловодом он тоже не замечает не без крылки такого ничего ну короче заклещованность в этом году минимальная в отличие от прошлого года позапрошлого в этом году минимальная заклещованность не знаю по какой причине какая то есть причина кто-то говорит аномальная жара возможно аномальная жара возможно не давала ему развиваться ну и плюс это тут же как бы надо учитывать я провел обработки особенно вот самая крайняя была обработка очень было важно когда уже был безрасплод именно теплый день выпал я клеща максимально сбил вот естественно что они весной вышли чистые и зимовки ну минимум какой-то может там был ну короче несущественно что-то там не знаю может был какой-то один-два клещика где-то там на всю пасеку ну короче я так подразумеваю что ты должно было все равно остаться там всего на сто процентов никогда не уничтожишь поэтому так по умолчанию подразумеваем что может был какой-то небольшой проценте клеща то одно несущественно в общем никак особо не повлиял ну и вот уже сколько месяцев пчелы отработали это заклещованность она по-любому есть какие-то семьи по-любому есть где-то там найдется и бескрылка встречал единичных бескрылок видел но массового характера именно такого массового заключения заклещованности массовой нет в этом году ну обработки естественно будем проводить как обычно ну также как в прошлом году мне понравилось во первых блин с маслом этом году проблемы масло буду экономить неизвестно что будет следующем году вот буду экономить масло и буду обрабатывать раз в месяц вот откачаю мед проведу обработку первую Потом через месяц проведу еще одну обработку, через месяц проведу еще одну, ну и так далее. В общем, раз в месяц буду проводить обработки, я считаю, это достаточно. При такой заклещенности минимально это достаточно. Когда была сильная заклещенность, тогда надо было проводить обработки, там прям серьезные какие-то. А так это больше профилактические будут обработки. потому что еще раз в этом году заклещенность у меня на пасеке по моим наблюдениям минимальная так что сильно не будем и препарат расходовать за зря ну и в принципе в прошлом году достаточно было, даже заклещенность была гораздо больше этих обработок вполне было достаточно я пришел к выводу, что этих обработок раз в месяц в моей местности то есть я провел 4 обработки крайний мед откачал, провел обработку и потом еще 3 обработки провел раз в месяц по одной обработке этого хватило вполне чтобы семьи нормально перезимовали и в этом году отработали весь сезон ну еще работают еще 10 дней я им даю еще пособирать мне товарный мед потом откачка сокращение формирование на двух корпусах все пасеки ну вот как вот эти стоят отводки в общем все пасека будет сформировано на двух корпусах вторые корпуса будут под заливку медом и все и дальше они уже короче до самых холодов будут полностью заготавливать себе корма в зиму то есть дальше уже все после 20-го я вот начинаю откачку снимаю и все и дальше весь мед который они будут собирать а собирать они еще будут его довольно таки долго вот до самых морозов у меня есть взяток там еще пройдут дождики там осенний взяток пойдет с уребки-муребки там всякое разнотравие мелочевки короче потихоньку-потихоньку они будут подливаться вот если спрашивали меня а если каким-то чудом не подольются если я буду видеть что взятка нет каким-то чудом то у меня есть кормушки новые запечатанные лежат я для этого их приобрел на всякий случай потому что всегда может произойти какой-то ЧП ну не будет вот взятка каким-то чудом не знаю всегда конечно было у меня осень вот каким-то чудом не будет взятка что делать будем закармливать а что делать тогда будем закармливать но для меня лично это экономически невыгодно нецелесообразно ну то есть даже тот же сахар чтобы закормить пчелу зиму для зимовки еще раз повторяю не для того чтобы медовым откачать и продать вот а именно для зимовки пчелам то есть мне невыгодно нецелесообразно оставлять мед который в ульях сейчас товарный нецелесообразно невыгодно оставлять пчелам но мне также невыгодно их закармливать потому что это надо потратить на это деньги сахар не дешевый на него надо потратить деньги плюс потратить много это надо его там что-то не надо ну короче я честно даже не умею с ним работать закармливать не умею кормушки я приобрел они лежат да Ну, я как бы хотел весеннюю стимуляцию проводить, но они довольно-таки неплохо у меня развивались, как бы, весной. Поэтому стимуляции не потребовалось. Ну, поэтому я как бы не стал ее проводить. Так кормушки новые лежат. Ну, пусть лежат. Они как бы есть не просят. Со временем все только дорожает, и продать их потом сюда можно. То есть новые пусть лежат. Кушать не просят они, короче, пусть лежат. А вот вдруг мало ли что, я же говорю, вдруг вот, ну, кто его знает. Ну, блин, засуха, не знаю, там, ну, что-то случится такое, не знаю. Что, короче, не заготовят они себе корма в зиму, что делать тогда? Ну, тогда буду кормить, конечно. Никуда не денусь, буду кормить. Я говорю, ну, будем надеяться, что кормить мне не придется. Ну, пока до этого сколько лет нормально не приходилось кормить. То есть они заготавливали себе вполне, матки зажаты внизу на одном корпусе. И все, и как бы они заготавливали себе корма, достаточные для зимовки. Как-то так вот. А, ну и тем, кто смотрит, я не знаю, смотрите ли вы такие ролики, тем, кто у меня покупает мед. То есть нам вернули. Ну, и вообще, кому это интересно. Сегодня я приехал, я думал, тоже придется торговать, где придется, потому что я там вставал, где придется. Пока кто не в курсе. Как бы у нас там произошло ЧП на рынке, где я торгую. Именно под нашими прилавками. В общем, прорвало там трубу и полностью заменяли трубу. Труба уже там сто лет лежала. Вот. Ее никак не решали сдемонтировать там. Ну, раз ее уже рвануло, в общем, убрали, снесли нам прилавки, в общем, временно. И заменили полностью трубу уже на пластик. Там металлическая лежала труба еще с древних времен, короче, там. Каких-то 60-х годов, наверное, там. Вот. И ее полностью заменили, в общем, на пластик. И потом, получается, как бы там были проблемы. Что-то, короче, там у нас, в общем, ну, это информация не с открытых источников. На главу администрации у нас завели уголовное дело, отстранили его там. В общем, за коррупцию там, за это, за взятки. Отстранили его, в общем, и заместителя от, ну, с должности, короче, убрали его. Отстранили там, короче. И сейчас, получается, как бы у нас мы без главы, там, ну, там, в Рио, да, типа, временно исполняющий обязанности, там, какой-то его зам. Вот. Я его не знаю лично, поэтому там не помню, как его фемилия. Ну, короче, временно сейчас пока исполняет человек. Ну, и немножко получился там бардак, конечно, неразбериха. Как раз это все салпало. Вот. Немножко это, ну, ничего, все разрулили, в общем. Вот, временно я там стоял. То есть, и почему? У меня спрашивали, торгуешь на рынке, не торгуешь. Я не знал, где я. Вот, когда я приезжал, да, я не знал, где я конкретно буду стоять. Поэтому я не мог людям сказать, вот, я буду там конкретно стоять. Потому что моего прилавка вообще не было. То есть, ну. То есть, мой прилавок временно снесли, его вообще не было. И место, которое я арендую. То есть, номера, ну, места там все номерные. И вот места, где я арендую, его просто не было. И поэтому я приезжал и занимал места, где свободное. То есть, где получится стоять. И, понимаете, там таких людей тоже было очень много. Ну, которые арендуют тоже. Вот, и. Естественно, то есть, гарантии, что я приеду именно конкретно на каком-то месте, буду вот именно на этом стоять, гарантий никаких никто мне дать не мог. Да, вроде бы как там я вот. Но я стоял там, кто покупал у меня мед, короче, тот кусь. Вот эти дни. Но видео я не снимал об этом, вам не мог сказать конкретно. Потому что я не знал, что, например, я приеду на следующие выходные, что я именно там буду стоять. То есть, никто мне таких гарантий не давал. Вот, поэтому я не мог вам конкретно сказать. А сейчас все, я уже конкретно вам могу сказать, что если все нормально, да с Богом, как бы, жив здорово у меня, ну, и ничего не случится там, какого-то ЧП непредвиденного, то по выходным мы в старом, ну, в обычном режиме, короче, торгуем. Вот сегодня отстоял, завтра приходите там. Ну, можете приобрести наш мед на центральном рынке города Красноперекопска. Овощной рынок, короче, возле Сушевок, ближе к Сушевок, кто местный, тот в курсе. Ближе к Сушевок, там 130-е место. Ну, кто брал мой мед, тот в курсе, короче, где я стоял. Все, на старом месте мы сейчас там же. Все, ну, можете приходить опять приобретать там мед, потому что я вижу, что, ну, люди меня не находят, потому что меня искали, я знаю, что меня искали, спрашивали. Ну, естественно, никто не мог сказать, когда я точно буду, и где я буду, потому что, ну, места не было моего торгового физически просто. Не было на том месте, где я стою, там яма была, котлован, короче, проходил. Разрытая была яма, трубы меняли. Вот, а сейчас уже все, прилавки поставили. Да, еще, как бы, окончательно не заделали там, ну, нормально, облагородили, короче. То есть, все нормально уже. Ходить можно, доступ к прилавку есть, мы торгуем. Сегодня торговал я уже, для меня это было сюрпризом, я даже сам не знал, что уже прилавки, потому что жена была вот, на неделе еще прилавков не было, еще яма была, как бы. Ух, пчела прям в голову врезалась мне с разгона, со всего размаху. Это. Вот, в общем, прилавков еще не было, поэтому я приехал, приготовился, как бы, морально искать себе место. Если то место, где я стоял, там временно было, ну, было бы уже занято, я приготовился искать себе место. Выхожу из-за угла и был приятно удивлен, что наши прилавки уже стоят на месте. То есть, уже яма засыпана, и щебеночка там подсыпана, в общем. Ну, короче, облагорожена уже. И уже доступ есть к нашему прилавку, и вполне мы себе сегодня торговали, да, но я так понял, что, ну, именно по продажам, я так, ну, я понял, что, ну, так у меня-то есть опыт уже продаж. Как бы, я-то вижу, что они намного ниже, чем должны быть. Вот, я понимаю, что люди не все меня пока еще, как бы, находят. Не все, не все знают, именно мои постоянные покупатели, не все знают, что я уже, короче, вышел торговать. Ну, и сейчас такой сезон, немножко люди на моря пытаются поехать отдохнуть еще, пока лето не закончилось. Ну, в общем, такое. Ну, короче, кто смотрит мои ролики, кто меня покупает, в общем, знаете, что все, мы опять в стандартном режиме. То есть, наш мед можно приобрести на той же точке, место номер 130 на овощном рынке города Красноперекопска. Ну, центральный рынок овощной, точнее, центральный рынок города Красноперекопска, овощной отдел. Вот, ближе к суши ВОК. Ладно, все. Все, по ценам там, по этому, ну, это уже там на месте. Цены в этом году немножко выше, чем в прошлом, но, извините, как бы это не от нас зависит, но в этом году на все цены выше. В этом году дороже и овощи, дороже и фрукты, все дороже, потому что год неурожайный. И меда недобор в этом году по Крыму, поэтому ноги вообще в пролете без меда. Мы рады хоть, что нам удалось хоть что-то взять. Вот, поэтому, как бы, а расходы все растет, местовые анализы и так далее, все растет. Даже тара та же, просто тара, там, просто банки, даже просто крышки, все растет в цене. Поэтому я не могу, как бы, ну, 10 лет по одной и той же продавать мед в цене, поэтому пришлось немножко незначительно поднять. Цены не все этим, конечно, довольны. Это не только от нас зависит, да, видите, но я не могу, как бы, работать себе в убыток. В прошлом году было у меня, ну, я взял больше разнотравия, ну, да, я, как бы, смог себе позволить, сбросил вам цены. Ну, ну, как бы, просто то, что это, тесто по-человечески я, как бы, сбросил, чтобы там, ну, люди не все, как бы, богаты, чтобы могли себе позволить. Ну, а в этом году, извините, но убыток, ущерб, короче, себе, как бы, и своей семье не могу себе позволить по таким ценам продавать, как в прошлом году. Поэтому пришлось немножко цены поднять. Я бы с удовольствием, говорю, продавал бы их и 100 лет по одной цене, если бы все остальное было, по той же цене оставалось. То есть, не было бы инфляции, не было бы роста цен, все бы оставалось на одном уровне, я бы 100 лет по одной цене продавал, и мне было бы хорошо, и всем было бы хорошо. Но, к сожалению, это не только от нас зависит. Вот, поэтому вынуждены, в общем, я считаться. То есть, у нас выбор какой, либо мы продолжаем этим заниматься, но немножко подняли цену, либо тогда вообще сворачиваемся, то есть, и перестаем вообще тогда этим заниматься. Мы пчелок чисто сокращаем вообще и держим чисто для души, то есть, что выбор у нас небольшой, и, ну, тоже войдите в наше положение, как говорится. Не то, что я пытаюсь на вас навариться, я пытаюсь, пытаюсь как-то просто, ну, выжить в сложившейся ситуации экономической. Это не только у нас, это по всему миру, я вижу, что происходит, как бы, поэтому. В общем, как-то так. Спасибо за просмотр, всем пока.